Посмотреть погоду, проверить почту, скачать любимый фильм или запостить сториз в Инстаграм. Интернет уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Порой мы даже не замечаем, сколько времени тратим на путешествия по всемирной сети. Для того, чтобы хоть ненадолго вернуть людей в реальный мир, больше 20 лет назад объявили праздник. Всемирный день без интернета. Его отмечают традиционно каждое последнее воскресенье января. Сколько времени в день вы тратите на интернет и на какие мессенджеры или каналы? Ну, самая, наверное, распространенная – это сеть ВКонтакте для молодежи. Ватсап, Вайбер, по учебе. С работой связано, что только вечером. Ну, может быть, часа два-три. Все. Я не знаю, сколько примерно. Я трачу на общение в основном. Интернет для всего. Для всех, чтобы узнать все новости. По работе я преподаю в Сарфте. Вот. Каждый день пользуюсь. Интернет появился почти 30 лет назад, как военная разработка. Затем постепенно становился общедоступным. И сегодня мы можем онлайн учиться, работать, оплачивать коммунальные услуги, отправляться за покупками или общаться с близкими, которые живут в другом городе или даже стране. Сейчас интернет в 2021 году – это инструмент, это средство связи, это как электричество, которое есть. К нему подвязана жизнь людей. То есть любые платежи мы осуществляем. Вся наша жизнь, она практически связана с интернетом. И поэтому, если ты его отключишь, скорее всего, тебе будет некомфортно. Это касается наших реалий. О пользе и вреде всемирной паутины идут бурные споры и по сей день. Многие боятся появления зависимости у детей. В частности, в 2018 году ВОЗ признала болезнью зависимость от компьютерных игр. В зависимости должен быть абстинентный синдром. То есть, если мы говорим об алкогольной зависимости, это похмелье. Наркотическая зависимость – тоже определенные синдромы. И если у человека возникает подобная симптоматика, когда у него нет интернета, то есть его чего-то лишают, он теряет контроль, у него начинается ломка определенная, эмоциональные срывы, он не может без интернета вообще прожить никак. Тогда, да, можно говорить о зависимости. Проверить, зависим ли вы от интернета, очень просто. В этом году день цифрового детокса выпадает на 31 января. Посвятите это время семье, друзьям или любимому хобби. Только в реальной жизни. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.